Далее он подтверждает получение документа тем, что он подписывает транзакцию. Чтобы не захламлять блокчейн, второй раз мы просто отправляем ID-шник в какой-то транзакции, где содержится сам документ. И второй кейс, он решается тем, что мы просто запрашиваем у лица, который хочет получить доступ к документу его публичный ключ, точно так же шифруем пароль его публичным ключом, и ему тоже предоставляется доступ. Сам документ, он остается в ID-датт-транзакции в том же виде, потому что по сути мы его шифровали паролем, ну, одним и тем же. Если у вас есть демо, давайте перейдем, потому что времени осталось очень мало. Здравствуйте, меня зовут Денис. Значит, в этом сейчас правитель, который хочет отправить документ на подписание, добавляет свой сит. Каким образом аутентифицируется? Алло, слышно? Вот, добавляет свой сит, аутентифицируется. У него не видно, там будет меняться. Значит, сейчас он добавляет документ, отправляет его в блокчейн. Он вводит какие-то данные, описания, и вводит адрес подписанта, который он хочет отправить. Значит, мы сейчас реализовали для одного подписанта, можно там для нескольких сделать. В момент отправки документа в блокчейн создается дата-транзакция, в которой, собственно, само тело документа и содержится. Значит, вот он, видно, что отправлен документ. Второй интерфейс, второе окно, это окно самого подписанта. Он тоже вводит свой сит. Вот, и видит то, что у него есть входящий документ. Это, на самом деле, вот этот тест. И сейчас он его подпишет. Когда он его подписывает, в блокчейн отправляется дата-транзакция, в которой содержится айтишник той транзакции, в которой содержится документ. Таким образом, у нас создается структура в блокчейне, которая говорит, что определенные аккаунты подписали этот документ. То есть они не подписывают сам документ, они отправляют транзакцию. Выходит то, что мы можем проверить. Это сказал же человек, что документ не подписал. Вот, соответственно, мы видели, что документ подписан. Там два подписания, но написали вот этот тест. Он появился позже. В принципе, я думаю, механика понятна. Если уже есть вопросы, давайте перейдем. Расскажите, зачем мы сам документ в блокчейн помещали? Сам блокчейн для того, чтобы он там был. Для того, чтобы... Если мы его туда не помещаем, то что мы поместим в блокчейн? Хэш документа. Мы можем хэш, например, поместить, чтобы не тратить место. Нет, мы можем, конечно, поместить, но мы такое решение выбрали, потому что человек может зайти в блокчейн и посмотреть этот документ. А документы в открытом виде просто говорят? В блокчейн, да? Как и Равшан говорил, у нас есть опция сейчас пока в открытом виде, но есть механизм, когда мы генерируем пароль, помещаем документ в зашифрованном виде. Если человек хочет получить доступ к этому документу, он тоже может создать транзакцию. То есть, вот только мы решаем проблему, что мы дали человеку доступ к документу, и это сфокусировали в блокчейне. А вот эта вот шифрованная и передача шифрованного пароля, она визована или нет? Нет, ну, у нас там чуть-чуть в другом проекте реализовано было, но сейчас мы успеем. Все, вопросов нет. Спасибо большое. РТ-107. Так, ну что, ребят, я все вижу, что нас все меньше и меньше, от выступались и убежали, да? Там футбольчик есть, там на стороне можно поиграть. И то, что здесь осталось чуть-чуть совсем, ребят, осталось чуть-чуть. Команда Сирес, может, я неправильно произношу, Сайрос, Сирес, Сирес. Сирес! Нет, вроде должны включить на презентацию. Всем привет, мы команда Сирес. У нас шикарная команда, у нас классная задача, вот архитектура, соответственно... Ну, всем понятно, спасибо. Ну, я считаю, с архитектурой можно потом ознакомиться. Давайте сразу перейдем к приложению, которое мы написали. Я попутно объясню, как это работает. Мы авторизуемся приложением через Waveskeeper. Вот здесь все видно. Мы, соответственно, можем создать документ прямо на платформе. Здесь, соответственно, мы записываем название документа. Далее мы записываем кошельки пользователей, на которые будут отправляться этот документ. То есть сейчас на экране мы создаем документ, который мы потом отправляем каким-то другим кошелькам, которые этот документ должны подписать. Соответственно, он здесь выбирает доковский файл, и он здесь в платформе может его редактировать. Это моя старая работа, не обращайте внимания. Здесь он может выделить область. Эта область назначается определенному кошельку, и здесь он может выбрать, какого типа это будет область. У нас выделено три типа. Это может быть либо картинка, это может быть электронная подпись, либо это может быть текст. Ну да, тут можно перемещаться по страницам, и здесь добавлять зоны области. Здесь почему-то пропало добавление документа. В общем, как создавался документ, управлялась дата транзакции, и получается в смарт-аккаунте, так можно сказать, хаста, находился документ. Он был в Base64, мы его еще немного сжали, и отдельно под каждый кошелек создавались объекты с теми полями, которые он должен заполнить. Соответственно, здесь уже страница со стороны эндпоинта, так сказать, здесь он уже заполняет эти объекты, здесь он вводит текст, подписывает и добавляет картину. и, соответственно, при сохранении отправляется дата транзакции, в которой отправляется в Base64 подпись, отдельный текст и картинка тоже в Base64. Так, а вы привязываете к изначальному документу просто, что появились три новых артефакта, там, текст, роспись и картинка. И на выходе генерится, получается, ну, хост может сгенерить док, но здесь этого мы не покажем. То есть, по факту, вы даете возможность загрузить вордовский документ, разметить, куда что надо вставить, другая сторона получает в каком-то виде в этом интерфейсе, что вот у тебя есть документ на подпись, подписывает это, и в итоге генерится такой же вордовский документ, только с вставленными элементами. Правильно, Поля? Да, и при этом бэкэнда у нас нет, все, на блокчейне, поэтому за это благодарны два наших бэкэнделя, потому что они все это время играли в футбол. Я просто вот, ребята всю ночь там котили, я думаю, они вас просто ненавидят просто. Вот два дня сидели или стояли, играли в футбол, а они ночью котили. Так что зря ты это сказал. подворот не найдут потом, и будет плохо. Так, ладно, жюри, вопросы? А, ну, тут слайд, как мой план выхода продукта на рынок, сейчас... Может, на самом деле время закончилось, поэтому, как бы, давайте без этого. Тут, в принципе, можно быстро почитать. Давайте, мы с вами данный проект, выставляйте, мы будем больше. Конечно, можно рассказать. Нет, в двух словах есть, расскажешь? В двух словах, это, как бы, система может быть имплементирована в любом бизнесе, где есть уровень, ну, уровневость подписи, то есть, то, больница или, там, стройка. То есть, стройка, например, да, у вас есть, там, начальник участка прораб или инженер какой-то, кто-нибудь посередине них. Соответственно, чтобы не было вот этой постоянной балакиты бумажной, это все можно просто пересылать. особенно, если стройка находится вообще где-нибудь в другой локации, у вас есть офис, то есть, что постоянно между строительной площадкой и офисом и ездить фурьеры и еще что-то. А если... Так, вопрос. Какой все-таки Lifecycle документ? То есть, я понял, что можно его создать, отметить там что-то и заоплодить, да? А в том, что? Да. Этот документ, то есть, он сохраняется на смарт-аккаунте хоста и сохраняется два объекта, получается, каждому кушельку эндпоинта. И, соответственно, он отслеживает у этих эндпоинтов, что у них в смарт-аккаунте должны появиться такие же объекты, только уже с данными, которые были необходимы для заполнения тех полей. Что такое эндпоинты? Я так назвал людей, которые давно были заполнены. Один смарт-аккаунт создается самим своим сервисом, и у каждого человека свой аккаунт, и они подпись в клавиш ставят свои, да? Да. А в какой скрипт на смарт-аккаунт сервис? Ну, со что он включает? Почему в смарт? В какой скрипт на смарт-аккаунт сервис? В какой скрипт на смарт-аккаунт сервис? Давай, давай. Этот взгляд говорит обо всем, у нас все понятно. Еще раз, можно вопрос? Было сказано, что у хоста есть смарт-аккаунт, и такой хост, какой у нас смарт-аккаунт, какой у нас смарт-аккаунт. Ну... Вопрос попросчик, кто выиграл футбол-то? Я. Вы говорите про смарт-контрактов, которых мы... Да, да, да. Что вот вы пишите? Ну, смарт-аккаунт, а что он делает? Ну, в плане... Тот человек, который создает документы, он просто отправляет несколько дат и транзакций. Почему несколько? Потому что, ну, там есть ограничения по размеру передаваемого... Ну, передаваемых key value значений. То есть, у нас там 160 килобайт. Получается, этот документ засовываем в картинку, делим на несколько дат и транзакций. Вот, соответственно, они у нас идут блокчейн, сохраняются, потом получатели ищут эти все дат и транзакции по... 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 по API. Соответственно, API предоставляет нам возможность посмотреть все дат и транзакции определенного адреса. Окей. Все, вопросов больше нет. Спасибо большое. Команда Cirrus. Поаплодируем, ребята. Следующая команда у нас по очереди. Это Мир. Мир, выходи на сцену. Так, тут есть участники команды, которые не вышли на сцену. Особо приглашаем на сцену. Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо. Всем привет. Сейчас будет презентация. Мы команда Мир. Значит, мы еще представляем... И представляем еще Институт развития цифровой экономики. Я бы хотел сказать, что документы — это совершенно не обязательно бумажная форма, а форма заключения договоров бывает разной. Наша команда... Это первоначальная презентация. Мы там обновили, но, видимо, она осталась. Тогда я буду рассказывать словами. Ну, задача... Последняя версия? Нет. Зитата о версии, которая была давно. Ну, ладно. Задача понятна, то есть это записывать документы, но желательно так, чтобы не было видно, кто с кем договаривается, о чем. В публичном блокчейне. Собственно, задачу эту решить можно с помощью такой архитектуры, когда мы шифруем сам документ. Документ у нас представляет в виде одной строки. В этой строке записано, собственно, от кого кому, суть договора и сколько денег обязуется. Это является юридически значимой записью, уже говоря. Потому что можно посмотреть, кем это подписано. Ну, соответственно, на подписании договора это две транзакции. С одной стороны одна транзакция, а вторая транзакция, две транзакции, являются уже юридически значимыми. Для... Так вот, эти... То есть тело, attachment, оно шифруется с помощью кода. Код доступен одной стороне и второй стороне. Для чего это важно? Значит, в каждой сделке может быть много договоров. Не все договора по сделке необходимо показывать там всем всем. Поэтому по каждому договору свой набор. Ага, вот архитектурное решение. Собственно, документ записывается в заширенном виде. А код с шифра документа записывается в data transaction. Для каждого пользователя отдельно в заширенном виде. Шифруется приватным ключом. Собственно, этим достигается, что каждый пользователь сможет просматривать только те документы, по которым у него есть код, который хранится в data transaction решение. Так, собственно, здесь кратко... Давайте перейдем к теме. Осталось больше 60 секунд у вас. Хорошо. Значит, мы на базе легкого кошелька сделали дополнение... Ну, легкий кошелька, думаю, знаете. Которая описывает сам договор в виде... Ну, здесь... Оферта, оферта, оферта и потом договор. Когда после череды оферт, сторона выставочек, сторона первая и сторона вторая подписали, что да. Собственно, можно посмотреть сконкаст, либо я могу сейчас пролистать. Это внешний вид, мы там входим, понятно. Дальше. Профиль. Профиль. Данные профиля также вполне можно хранить data transaction. Это внешний вид, могу, хочу, который работает в центральном сервисе. И... Ну, здесь заполняется. И сделки, собственно, сделки, которые берутся из блокчейна. Это данные, которые я показывал выше. Ну, это содержимое, собственно, сделки, транзакции. Они в виде JSON, ну, собственно, где вот эти поля записываются в JSON. Это является договором. Да. Ну, это как-то мобильным, по идее... Я так понимаю, у вас документ, он просто вот из этих каких-то шоков состоит, вы формируете на основе него и записываете на транзакции. Смотрите. Документ даже нет, но просто на транзакции. С этими данными. Смотрите. Нас интересует договор. Договор должен быть подписан двумя сторонами. Процедура подписания выглядит примерно так. Сначала дается оферта. То есть? Это одна транзакция. Потом, с другой стороны, другое предложение. Допустим, отказ от оферты и предложение другое. Другая оферта. Этих действий может быть десяток. То есть это переговоры. В тот момент, когда оферта послана, и вторая сторона говорит, да, я оферту принимаю, это договор. И там транзакция. То есть, пока мы оферту гоняем туда, это, значит, МК-1. А когда оферта принята, это МТ-3. Ну, то есть тип транзакции. То есть вы просто вот в этом JSON-чике храните, что есть какая-то оферта с каким-то ID-шником и какой-то ее статус. То есть принята оферта или нет? Нас интересует, по сути говоря, вот оферта выставлена первым лицом, и оферта принята вторым лицом. Вот эти две транзакции являются, что выставил, согласился. Это договор. Я получаю этот вопрос. Спасибо. Жюри, ваш вопрос. У меня вопрос вот по ключам, которые хранятся секреты. То есть, еще раз, вот этот сам контенция, не знаю, шифрован каким-то ключом, который откуда берется? Ну да, здесь сейчас это публично. Вот, по идее, это должно быть, ну, зафишировано солью. Вот эти, ну, этот JSON-строка. А соль откуда берется этот ключ изначально? Он генерирует, то есть, той стороной, которая создает эту транзакцию, она генерится случайным образом. И вот этот код, он раздает своим контрагентам. Те, которые должны видеть. Эти контрагенты запоминают этот код, они могут его централизованно себе там блокнот записать, либо лучше записывать блокчейн, который в виде data transaction, который подписывает своим приватным ключом. Ну и точно они его расшифруют потом. То есть, мы используем блокчейн как хранилище этих кодов. То есть, key – это соответствие там номера транзакции, а value – это код. А это реализован уже? Мы реализовали на питоне… Нет, этот функционал не реализовывал. Мы реализовали на питоне чтение с базой. Это штука работает без бэкэнда. Это легкий клиент. Мы реализовали на легком клиенте. Это через JavaScript чтение с ноды, понятно, подтягивает. А на питоне мы не успели это сделать. Еще вопросы? Все, вопросов больше нет. Команда «Мир», спасибо большое. Так, следующая команда «Bunton Team». Поприветствуем команду «Bunton Team». Всем привет. Всем привет. Мы решаем трек четвертый. Мы «Bunton Team». У нас четыре человека. И меня зовут Кикита Козлов. Вообще, хотел сказать предусловие небольшое, что вообще проблема в подписи документов на блокчейне, она не имеет смысла. То есть, подписывать просто документы, эта задача решена уже давно. И для этого блокчейн вообще не нужен. Вот. Есть другие проблемы, которые мы можем решить с блокчейном. И на это бы хотел обратить внимание. Какая есть проблема? Ну, условно. Допустим, мы подписали десять раз какие-то документы. Десять документов, которые мы подписали своей подписью. Но в разное время. И вот тут уже нужен блокчейн. Потому что через блокчейн мы можем доказать, что мы именно в этот момент подписали именно этот документ с этим же участником. Никакой другой. Ну и вообще, на самом деле, вот есть какой-то документ. Мы его отправили в базу данных. Мы его подписали, все хорошо. Но, допустим, нам нужно его потом скачать из этой базы данных. И как доказать, что это именно тот же самый документ? Вообще хранить документы на блокчейне такая себе идея, но есть такие лайфхаки, как можно централизованно их хранить, но это доказывает, что документы именно те, которые были. Доказывает, что те документы, которые мы получим, именно те, которые не изменились при загрузке их туда, на центральную сервер. Как мы это делаем? Мы используем Merkle 3, где Merkle Proof мы предоставляем на клиент. Клиент варизирует эти Merkle Proof при помощи root-хэша на дата-транзакции в Waves. То есть, например, root-хэш считает Merkle Proof, и сверяет, что root-хэш на Merkle Derivich такой же, как и он посчитал на клиенте. Вообще все операции делаются на клиенте. Что мы делаем? Мы реализовали систему, где участник может, во-первых, просто хранить документы и их варизировать. Ну, а-ля IPFS на самом деле. Только на Waves. Но еще к этому всему мы можем подписывать документы. Как это происходит? Ну, условно, мы считаем хэш, подписываем документ, шифруем этот документ так, чтобы его мог расшифровать только первый участник и второй участник, которого этот участник выбрал. И ставим timestamp. То есть, timestamp когда-то документ был создан. Потом мы отправляем этот зашифрованный документ на централизованный сервер. Потом мы уже вторым пользователем с этого централизованного сервера этот документ скачиваем, расшифровываем, проверяем, что он корректный, прочитываем его, проверяем подпись, что тот участник, к которому договорился. Проверяем хэш, что это тот же самый документ. Проверяем timestamp и подписываем его. И уже на централизованный бэкэнд Уже отправляем подпись к этому документу Потом мы из этого всего Собираем централизованный бэкэнд на Merkle 3 И root hash пушим на Вейс контракт Собственно мы всегда можем валидировать Root hash состоит из таких параметров Это SSA 256 Из таких параметров Верифицировать все это мы можем на клиенте По факту И полная демо есть у нас на GitHub Которая будет сейчас частично показана Можно пожалуйста на YouTube открыть сейчас полная демо Чтобы у нас это не качалось Да Это короткая демо Где мы через Telegram бота Человек может создать При помощи У нас генерится RSA ключи Он сейчас создает документ И указывает в Telegram имидж человека С которым он будет подписывать этот документ Собственно он загружает документ И делает подпись Да, мы используем не WaveSkillet Потому что у нас RSA ключи Мы используем синхронное шифрование Для того, чтобы подписывать документы И чтобы расшифровать их могли Только те участники сети Которых указали изначально Есть там еще пару проблем Которые мы чуть позже Может быть заговорим Почему именно так Ну собственно Вот этап подписки транзакции Да, и у нас в GitHub есть еще скриншот Где верификация Именно этого же документа идет Да, и для этого всего Мы прошу прощения Дайте, пожалуйста Да, пожалуйста, следующий слайд Условно-техническая атмосфера нашего продукта Да, мы используем Скеллабое решение Какое? Мы используем GoBackend Которые на самом деле Все данные промежуточные Тоже пишут в IPFS Мы используем там По мелочи Ноду для работы с Бакендом И используем Дотенкор для работы с диаграммом Я предлагаю перейти к вопросам Да Потому что время уже вышло Ну и маркет-скеллинг Мы, наверное, будем делать Публичное на Дестнете Публичное решение на Дестнете И может быть, ICO Нет Ого Только нет Почетная шутка, да У меня вопрос Почему мерку 3? Почему нельзя просто хэши проверять? Хэши чего? Документы Ну смотри Если мы храним документы На централизованном сервере Мы должны будем где-то хранить Если мы получим Собственно множество документов От централизованного бакенда Там еще есть таймстемпы Помимо хэшей И вот эти таймстемпы Мы тоже В мерку 3 собираем На На smart contract waves Ну точнее на waves chain И условно Этот таймстемп уже через хэш Не проверишь Ты не сможешь доказать Что именно такой таймстемп Был при загрузке Это конкатенация Хэшей документов И таймстемпов Да То есть у нас есть лист Где берется хэш Конкатинируется с Подписями То есть подписи между собой Конкатинируются И конкатинируются Таймстемпы И от этого берется Шрадо 256 хэш И Это у нас Наш листик получается Я бы хотел добавить Еще одну штуку Что на самом деле Есть проблема Трасса сетапа во всем этом То есть зачем здесь блокчейн Есть трасса сетап Всегда Мы не решаем Проблемы трасса сетапа У нас есть промежуточное решение Как это можно сделать Есть фейсмар контракт Где участники У нас есть как бы Телеграм Вот ник Никнейм И его публичный ключ И они могут на какой-то контракт Словно говорить Вот мой публичный ключ И вот мой нейм Это будет для всех участников Означать Что вот есть Алиас На его нейм В Телеграме И тем самым У нас получается Такое трассулое решение Ни на одной точке Мы можем не доверять Участнику сети Все это верифицируется Математически Вот У меня вопрос Как процедуру подписи Я примерно успел посмотреть А как Можешь описать Как происходит проверка То есть допустим Я хочу убедиться Как это для меня выглядит Когда первый человек Добавляет документ Ему выдается хэш Его подпись У него есть свой паблик И таймстэм Когда мы Это время Когда документ создался Следующий человек Который подписывает Этот документ Он также получает То есть он вначале Своим публичным ключом Расшифровывает Этот документ А подписывает Хэш этого документа Получает вначале хэш Проверяет то Что этот хэш Совпадает с хэшем Изначального документа Подписывает этот хэш Также получает Это таймстэм подписи Этого документа И в итоге Два паблики Две подписи И хэш этого документа Вставляются на фронтенде И в итоге Вначале происходит Меркл пруф Мы получаем Меркл пруф И верифицируем его И с помощью хэша И листка Которого мы взяли И после этого Мы верифицируем То что подписи Валидны Используя паблики Клиентов Я бы хотел добавить Что еще одна Твичер То что мы реализовали Нам для Скиллабилити По факту Не нужно иметь крипту То есть для пользователей Им не обязательно Иметь крипту Это достаточно большая проблема На текущий момент Чтобы наш сервис Мог кто-то им пользоваться Нужно чтобы у них Была крипта Большинство сервисов Которые написаны На блокчейне У нас есть Часть централизованная Но мы всегда можем проверить Что централизованная часть Ведет себя как-то не так И на самом деле Мы можем даже наказывать Эту централизованную часть Если она себя ведет и так Как? Ну есть например Логолитм трубит Который можно реализовать И просто централизованная часть Будет ставить какой-то бонд Если она будет себя вести не так Мы можем просто Этот бонд у него запирать Все Спасибо большое Батантин Поаплодируем еще раз И для вас есть Одна наверное плохая новость Хотя кому как Команда Плюр снялась К сожалению Решили что футбольчик Лучше поиграть чем выступать И поэтому у нас осталась Только одна команда В основных четырех треках Альт Велл Приглашаем вас на сцену Здравствуйте Здравствуйте друзья Мы команда Альт Велл Коротко команде Миша Связной Веб-девелопер Я девелопер в Сапе И Елисей Девелопер в Трезор Воллит И наше решение Четвертого кейса Подпись документов С помощью Waves С помощью Waves Keeper И Ledger Nano S Про техническую часть Она скажет Миша Здравствуйте Наша система состоит Из четырех сущностей Когда пользователь Хочет отправить документ На подпись То для документа Генерируется его хэш Для документа Создается его Смарт аккаунт И этот аккаунт Он неизменяемый Дальше проверять Если у пользователя Созданный его документ Стораж Если нет Он создается И добавляется В самый главный аккаунт В самом главном аккаунте Расположены ссылки На саб-аккаунты пользователей И в саб-аккаунтах пользователей Сохраняются ссылки На адреса документов В нашей системе Изменения могут Производить только Рут документы Это сделано для того Чтобы невозможно было Подменить либо документ Одной стороной Либо подменить его хэш Либо подменить документ Когда будет производиться Какая-либо атака Дальше я хочу Продемонстрировать Как это работает Можем мы открыть Ютубчик Ну или Ссылочку Это хромный совпад Отлично Предположим Пользователь захотел Подписать какой-то документ Он заходит к нам в систему Ему необходимо Аутентифицироваться Через Вейсвэлли Он производит Аутентификацию Перед ним Открывается наш интерфейс Ему предлагается Выбрать документ Для подписи Он подписывает документ Отправляется на сервер И в данный момент Происходит создание Аккаунта для документа Создание Аккаунта для Документов Пользователя Занесение Это все в главный аккаунт Занесение В аккаунт Файл информации Сейчас подпись создастся И например Мы ее хотим проверить Для этого мы зайдем За другой аккаунт В нашу систему И аутентифицируемся Ему Пользователю Откроется форма Для проверки подписи Подпись проверяется По файлу И публичному ключу Человека Который подписал Этот документ Пользователь Выбирает файл Который ему Необходимо проверить Вставляет публичный ключ Того кто подписал И совершает Проверку подписи Мы видим То что подпись Прошла успешно Если мы Подменим публичный ключ То подпись не успешна И если Произошла какая-то атака И на сервере Где хранятся файлы Произошло изменение файла Если это важный договор Туда еще включили Много кредитов Проверяем этот Файл И смотрим то Что у нас Подпись не валили Сейчас мы хотим Например Посмотреть все документы Когда мы Либо подписывали Мы заходим За того человека Который подписывал Этот документ Опять авторизуемся В нашем Интерфейсе И здесь указаны Все адреса Его документов В системе блокчейн Дальше я передаю слово Можно вернуть Презентацию А пока что я скажу Наше ключевое отличие От ребят В этом треке Потому что мы шли От бизнес задачи То есть Главное Это подписать документ И чтобы было просто Проверить подпись Да Вот Мы сделали Сильный упор На клиента ориентированность И на безопасность То есть Миша готов Пояснить За все части Уже реализованы Системы Да Также у нас У нас сейчас Уже реализованы На Waves Keeper Вот Но также мы Вот Уже начали писать Демку От Ledger Nano S Почему это круто Вот представьте Вы работаете В консалтинге Тройка Четверка Они же постоянно Работают на объекте Заказчика И вот приехали В какой-то Компании Вам нужно Пописать документ Вы просто вставили Ledger Вам не нужно Авторизовываться В Keeper Вы нигде Не палите Свой сид И пускай на компьютере Заказчика Подписали документ Вот То есть Я просто Работаю Не в модном Стартапе В корпорате И для меня Очень близки Все эти проблемы С получением Доступа Куда-то Да То есть Система должна быть Максимально удобной Там Не Telegram Веб Загреваем документ У нас свой алгоритм Создания Хэша Вот То есть Тоже он использует Время Он использует Содержимое файла Вот И у нас есть Ledger Спасибо 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 Я думаю Что этот спор не обойдется Без нашего голосования Кто за то Что Надо использовать Веб А не Telegram Кто за то Что надо использовать Telegram Корпораты И люди разные Как по сути Содержимое файла Ладно Жули Вопросы Как Емутабельность Документов Достигается Ну Вы сказали Емутабельность Аккаунта Получается Получается Мы для каждого документа Генерируем его хэш И в блокчейне Мы только держим хэш И этот аккаунт Он не изменяется У документа Его даже Главный аккаунт Не может изменить И Можете уточнить вопрос Возможно я его не понял Ну Там Какой-то смарт-контракт Из которого ограничивает То есть Мы однажды записываем Даттранзакцию Которую больше Не может быть перезаписан Да У нас на документе Стоит смарт-контракт Который ограничивает доступ После того Как в него попали даты Спасибо А получается Контракт Ну А аккаунт На один документ Создается Или на что Аккаунт Один аккаунт Создал документ Нет У нас есть Аккаунт Главный И в нем Хранятся ссылки На аккаунт пользователей У аккаунта пользователей Есть список Его документов Вот И Когда документ Подписывается Он заносится Получается В аккаунт пользователей Который его подписал В дальнейшем Мы хотим выдавать доступ Сейчас у нас Как бы Выдача самого доступа Для повторной подписи Для еще одной подписи Нет У нас есть проверка Небольшой Оттоп Про наше приложение То есть Мы считаем Что это такая система Нужен ряд Где будет Бабликей И какая это компания То есть Публично Что компания Сказала Вот у нас Какой Бабликей Соответственно Чтобы ее контрагент Подрядчики Проверяли Подписи знали Откого будет подписан Мы считаем Что это необходимо Что давайте Что компания Что компания Аля Макинзи Говорит Что это наш Бабликей И чтобы потом Компания Которая отправила Контракт от Макинзи Проверили Что реально Это Макинзи Нам Отказала Это контракт Вот И так же Последняя Это дождица Которая нам не стыдно Спасибо Всем фоткаем Заходим И Работим баги Показываем Ребятам Что На Крикатоне За код По-любому Стыдно А Просто тебе Не стыдно Ну ладно Где ты работаешь Напомню В САПе Да Ну ладно Сделали выводы В общем Так На самом деле Мы со всеми Нашими Четырьмя Основными Треками Закончили У нас есть Бонусная программа Как говорится У нас Я вам говорил Вначале Что Сотрудники Компании Вейв Точно так же В этом помещении Будут с вами делать Разные проекты Вот